Мы в легендальном месте. Святой источник Сумы. Про него ходит много легенд. Тут когда-то была деревня. Постепенно люди уходили отсюда из красивейших мест, а кородец святой оставался. Когда тут жили жители, они все ходили, набирали святую воду. Просили всяких желаний у этого кородца. Святой никому не отказывал. А когда его пытались оградить, внести в рамки кородца, он всегда уходил, подмывал ограду и уходил в новое место. Сейчас не частью деревни не осталось. Тут когда-то была зона отдыха. Она вся разрушена, загнила, заброшена. Почему такое происходит, не знаю. Люди забыли. Это легендальное место. Не стало никому нужна ключевая вода. Сейчас все разрушено, к сожалению. Вот этот колодец часто меняет место. Когда его пытаются оградить, сделать какой-то настил, он всегда уходит в новое место. Люди позволяли только воду тут набирать. Кто мылся, стирать, пытался его святой наказывать. Какие-то несчастья случались, люди заболевали, что-то случалось. Как мы видим, сейчас король фактически полностью сгнил, настила не осталось, от купальни тоже ничего не осталось. Ходить опасно, все прогнило. Вот такая большая котровина с красивой грубой водой. Из нее выходит много воды, что начинает целая речка. Дальше идет речеек, который идет с этой котровиной. Он никак не пересыхает и впадает в десну. То есть такой мощный поток воды. Вода кристально чистая, грубого оттенка имеет. Вот за этой котровиной идет поток воды из-под низа. Когда его пытались за решетки ставить, загораживать, сюда находился новое место. Сейчас здесь только набирают воду. Потому что место святое, люди загадывают желания. У кого-то они сбываются, у кого-то нет. Но горо ворва ходят одних. Очень много комаров снимать очень тяжело. Комары в нос, в уши лезут. Вот это и есть святой колодец. Здесь люди за исцелением ходят. Кто попьет водиться, у него многие болезни проходят. Так же желания их загадывают, чтобы они сбылись. Видите, какой сильный поток воды, что тут ничего нету, земля. А под нами бьет ключи. И здесь ключи, вот эта речка начинается, которая текет дальше. Речь попадает потом в десну крупную. К сожалению, все обустройство разрушено. Люди забыли это место. Бурьяном, репеем все зарасывало. Тут когда-то и место для отдыха было, и сиденья, и беседки. Все разрушилось. Одно время здесь была купальня, но люди стали жаловаться, что типа воду оскверняют и купальню ликвидировали. Так ли это или нет, я не знаю. Видите, там какая красивая растительная зелененькая, откуда вода движется. Сейчас тут только на улазике можно проехать. Дорога вся раскисла, завалена деревьями, травой. Вот такая крапива, два метра роста. К сожалению, деревня не стала, и про источник святой все забыли. Никто не едет, не молится, не набирает водицу. Очень мало стало, знающик это место. Даже провода сняли. А наверху красивые деревни, сады остались, но жизни больше тут нет ни единого жителя. Еще лет от 20 лет заставали последних жителей. Уже никого нет. Вот это были беседки для водных паломников. Видите, что творится? Репея двухметровый. Все беседки заросли. Вот так забывают. Также флостный источник забыли, он пересох, его забыли, он разрушился. Все, все забывается. Источник полностью заброшен. Это к нему от Никольской слободы, где-то надо ехать по полям. 3-4 километра. Ну, кроме как на Увазике, ни на чем не проедете. Сейчас можно до самой речки дойти, если пройдем еще носок крапивы, который вытекает из него, посмотреть. Тут раньше тропинка была, задет в беседке. Но сейчас, как мы видим, все разрушено. Все заросло. Зайти никого нельзя. Все в крапиве, в лебеде. Попробуем до речки дойти. Видите, какая высокая? Тут же малины все заросло. Какие красивые ягоды. Впереди речка. Попробуем подойти к берегу. Идти крайне тяжело. Малини, крапива, заросль огромная. Какие-то красивые ягоды. Ну, вот и речка. Вышли на берег. Батикер здесь. Видите, как она вытекает, довольно резво бежит, струится из этой травины. Чистейшая белая вода. Протекает здесь. Пройти почти нельзя. Везде заросли. Комары, естественно, везде. Чтобы выйти на берег, надо капюшон надеть. И вот она река под нами. Весная. Даже в самый зной она бьет, ключи не просыхают. А вода всегда студенная. Очень холодная. Когда была купальня, многие заходили и выйти не могли. Их надо вон имать было. От студенной воды с обрадением мышцы. А сейчас это речушка, видите. То есть целая речушка с этой катарамины вылетекает. Такой колодец мушный. Видите, как журчит. К сожалению, никакого не обустроено. Все заросло, заброшено, люди забыли. Это красивое место. По слушающему, звучание воды. Оно успокаивает. Продолжение следует. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова